Друзья, привет! Прежде чем мы перейдем к сегодняшней тренировке, которая пройдет именно здесь, я хочу напомнить вам о проекте «Бросаем курить», который недавно завершился. Участники этого проекта справились со своими спортивными задачами. Один из них даже пробежал 10 километров в рамках крупного московского забега. При этом два месяца назад он курил полторы пачки в день. Участники не курили в течение всего проекта и тренировались, естественно. Я помогал им с тренировками и с программой, а специалисты помогали им в отказе от курения. Чтобы посмотреть на достижения участников, переходите по ссылке под видео. Ну а мы с вами начинаем тренировку. Я решил поделиться с вами некой типичной тренировкой, которую я провожу, когда бы я не проезжал мимо площадки с турниками. И даже если это не совсем по пути, надо немного свернуть, я все равно использую возможность для того, чтобы делать это хотя бы раз в 6 в неделю. У меня есть своего рода комплекс на 20-30 минут, который я и провожу на площадке с небольшими изменениями, конечно, вариациями, но принцип все время един. Этот принцип построен на том, что я чередую мышцы-антагонисты, то есть всегда тяговые движения чередуются с жимовым движением. Сейчас вам покажу набор упражнений, которые, я думаю, вы сможете использовать и в своей практике. Значит, начинаю с подтягиваний. Узким хватом к себе или узким обратным хватом я делаю 10 повторов, пока это не до предела, то есть не до отказа. Это своего рода разминочный подход. Сразу после этого перехожу к отжиманиям. Начинаю с узкого хвата или с узкой постановки рук. Делаю повторов 20 где-то в первом подходе. После этого отдых, то есть условно между подтягиваниями и отжиманиями отдыха не надо, так как антагонисты, получается, суперсерия. После отжиманий немного восстанавливаю дыхание и перехожу к следующим подтягиваниям, которые будут с широким хватом к себе. После этих подтягиваний иду опять на отжимания и делаю отжимания обратным хватом от низкой перекладины. Если перекладины нет, то делаю отжимания обратным хватом с широкой постановкой рук от скамьи. Следующее, еще один вариант подтягиваний. То есть теперь узкий хват, руки напротив друг друга. То есть у нас был такой, такой, такой. Теперь отжимания, опять же, почти без паузы, отжимания за спиной. В отжиманиях за спиной я останавливаюсь в крайней точке для большего контроля над мышцами. В отжиманиях в особенности. Это важно, на мой взгляд. Почему? Потому что ты, во-первых, избегаешь вот этой вот пружины в случае остановки. То есть у тебя вообще гасится инерция. Учитывая то, что с весом тела, все-таки, ну, ребята, давайте признаем, для тренированного человека вес тела это легко. Ну, в классических движениях. Я не говорю сейчас про выходы силы или что-то еще. А в обычных движениях подтягивания, отжимания, ну, легко делать с весом тела. Поэтому нужно гасить инерцию и развивать у себя способность к контролю по всей амплитуде движения. То есть четко мысль вкладывать в мышцы, которые тренируются. В отжиманиях за спиной тренируется спина. Может быть, многие поспорят, но вы сделаете многое и поймете, что широчайшие напрягаются. Трицепс, естественно. Передняя дельта, естественно. Подрез груди, естественно. Преимущественно трицепс и спина. Именно в отжиманиях за спиной. Сейчас радикальный, достаточно вид подтягивания. Максимально широко взяться надо. Сейчас попробую. Покажу, как я это делаю. Значит, вот эту наметил. И вот за ту хочу взяться. Повисеть хорошо, потому что растягивается плечевой сустав. Немного его тянет наружу, естественно. Хотя мышцы держат. Но все равно какой-то эффект подобный есть. Я помню еще с подростковых лет, когда я думал, ну там лет в 15-16, думал, может быть, плечи расширить удастся. Вспоминал фильм с Ван Дамом, где его, помните, растягивали в кровавом спорте. Ноги к канатам привязаны, руки. И какой-то там дедушка добрый тянул. А, добрый дедушка учитель, учитель. Вот, шидоши, он его называл. И он его растягивал, и Ван Дам кричал. А-а-а, там как обычно. Ну вот. Ну и я пытался что-то подобное сделать. И так по привычке уже с подросткового возраста делаю иногда это упражнение. Хват точно тренируется сильно. Широчайшая амплитуда не очень велика. Но все равно нагрузка есть, а сделать непросто. Следующий вариант отжиманий. Теперь отжимания опять не совсем обычным хватом. Здесь главная задача растянуться в нижней точке. Не так давно в тренировке с Майком Охерном я попробовал разворачивать руки. Это мы делали жим лежа со штангой. И я понял, что совершенно по-другому работают мышцы. В первую очередь иначе работают грудные мышцы, иначе работает трицепс. И решил на какое-то время, на несколько лет, максимально часто использовать эти хваты. Посмотреть, как это повлияет на телосложение и на силовые показатели, да и вообще в целом на развитие. На холоде заниматься, конечно, не так комфортно. Руки мерзнут. В перчатках я не тренируюсь почти никогда. Снаряды холодные. Но зато, ребят, чем ненастнее погода, тем ближе мы к идеологии Рокки. Помните, Рокки-4? Сразу чувствуешь себя таким маньяком спорта. Особенно, когда никого вокруг нет. Ты еще ладно, сейчас еще снег не выпал. А когда снег, пурга, и только ты во мгле. Там ураган, буря, метель сжимается у него в наушниках. Рокки играет. И главное, что этот человек в этот момент чувствует себя особенным. Чувствует, что он, вот все сейчас где-то греются, а он пашет. Важный фактор. Теперь переходим к мышцам пресса. По сути, ребят, можно эти упражнения поставить в промежутках. Например, сделали тяговое, жимовое, потом пресс. Тяговое, жимовое, пресс. Но я обычно все-таки пресс куда-то в сторонку отношу и делаю привычные вполне движения. Заметьте, что я вообще не использую инерцию. Полностью гашу инерцию. Ноги чуть согнуты. Тело зафиксировано за счет слегка согнутых рук. И делаю абсолютно без инерции. Фокусирую все внимание на мышцах пресса. Таз всегда выведен вперед. Дальше после этого продолжаю упражнение на мышце пресса ножницами перед собой. Также в бисе. Это хорошо добавляет тоже. Дальше перехожу на наклонную скамью, где делаю ножницы согнутыми ногами. Держась двумя руками. Потом одну руку отпускаю и делаю по одной руке. Тоже упражнение, контролируя при этом работу мышц пресса и вжимая поясницу или вдавливая поясницу в скамью. И теперь очень важная часть. Ноги. Как сделать ноги на спортплощадке? Непростое дело. Покажу вам, как я с этим делом справляюсь. Первое. С чего начинаю? Без дополнительного веса. Только с весом тела. Поэтому сразу понимаете ограничения. Ограничения, безусловно, есть. Начинаю с выпадов. Широких, качественных выпадов. В общем, таким образом я делаю порядка 30-40 шагов. Дальше, сразу после этого, перехожу на шведскую стенку и делаю подъемы на одной ноге. Есть усложненный вариант, который можно сделать. Это не касаясь земли вообще. То есть встать на более высокую ступень, провиснуть по обезьянье. Ребята, это прям чистое такое горилле упражнение. Я даже вот сейчас после выпадов 30 раз не сделаю. Но если сделать 30 раз, то квадрицепс, задняя поверхность, ягодица, то есть все то, что в приседе работает, в классическом, все напряжется достойно. То есть для спортплощадки, я считаю, это очень хорошее сочетание выпадов вот с такими шагами вверх по одной ноге. Вот, в принципе, и комплекс. Здесь сколько кругов. Вообще, на площадке лучше делать кругами, естественно. Итак, тяга-жим, 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 тяга-жим. Пресс. Раз, два, три. Разные. Либо подряд, либо их поставить посерединке между тяговыми и жимовыми движениями. И после этого закончить ногами. Либо начать с ног в качестве разогрева. Тоже вариант. Особенно в холодной погоде, как сейчас. Можно начать с ног. Выпады, шаги на шведскую стенку. Выпады, шаги на шведскую стенку. Три-четыре подхода. Вот три-четыре пары. Вот вам тренировка. На все про все 25-30 минут. Паузы минимальные. В течение всех 30 минут отдыха может быть минут 8-22 минуты чистой работы. Прекрасно. Делать это каждый день. Даже вот этот набор. Делать каждый день. Я вам точно говорю, что для пляжа летом у вас фигура будет. 100%. Для тех, кто только начинает. Для тех, кто поддерживает, поддержать сможете. Но, конечно, без железа вечно не получится. Все-таки железки нужны, что я и начну буквально на днях. И покажу вам в одном из следующих выпусков. Спасибо, ребят, за внимание. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok